Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование книги-притчей Сламона на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами читаем 15 главу с 1 стиха. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте, очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык — древо жизни, но не обузданный сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого расстройство. Устра мудрых распространяют знания, а сердце глупых не так. Видим, что премудрый Соломон снова и снова обращается к этой теме, к которой неоднократно он обращался уже в предыдущих 14 главах. Он говорит о свойстве доброго и злого слова. Говорит о том, что всякий человек, который умеет сдерживать свой язык, человек мудрый, сообщает добрые знания. А уста глупых, как он об этом и пишет во втором стихе, изрыгают глупость. Итак, кроткий ответ отвращает гнев. По этому поводу пишет святитель Иоанн Златоуст следующее. Цитата. Следовательно, от нас зависит и возбуждать, и успокаивать. Следовательно, не Господь гневается, а мы располагаем его к тому, чтобы гневаться или не гневаться. Если и разумных гнев губит, то не тем ли более тех, о которых говорится, что безумных губит гнев? Случается, что этому подвергается и разумный вследствие невнимания. Кроткий ответ – есть отношение кроткое, чуждое гневливости. Конец цитаты. Так пишет святитель Иоанн Златоуст. То есть, он говорит о том, что, как часто люди говорят, что Бог разгневался, вот он меня наказал. Но здесь святитель напоминает, что человек призывает либо милость, либо гнев. Милость, конечно, вы же же судов. Конечно, Бог нас милует по великой своей милости и любви. Но тем не менее, от человеческой свободы зависит много. Так и говорит святитель Иоанн Златоуст. Следовательно, не Господь гневается, а мы располагаем Господа к тому, чтобы попасть под гнев Божий, либо под его милость. Чем человек на себя возбуждает и вызывает гнев? Чем он его отвращает? Отвращает кротостью. Кроткий ответ, говорит, отвращает гнев. Господь наш Иисус Христос в Евангелии так и говорит. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Есть еще очень интересное в этих семи стихах замечание премудрого Соломона. Шестой стих. Он пишет. «В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого расстройство». О чем здесь речь? Неужели только праведники получают обилие сокровищ, хотя мы иногда видим, что и у грешников есть этих сокровищ тоже немало. То есть люди, которые живут нечестиво, люди неверующие, но здесь премудрый Соломон разделяет эти два понимания и говорит так. «В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого расстройство». Почему? Помню, как когда-то слышал я такую поговорку, что деньгам надо дать еще и ума. Действительно, человек, который не умеет распоряжаться своим сокровищем, он будет в расстройстве. Так оно и есть. Мы видим, люди богатые, они нервные, они все какие-то раздражительные, они жадные. Иногда спрашивают, а вот у вас есть там миссионерский центр, кто вам жертвует? Я вам скажу, что жертвуют больше люди бедные. Потому что они понимают, что все, что у них есть, это от Господа. И если что-то они могут с кем-то поделиться, то они делают это с радостью. А кто больше ходит в аптеки, чтобы купить какие-то лекарства, человек, лекарства успокаивающие, человек, у которого много средства, но он все время находится в расстройстве. Почему? Не спит, не ест, как тот безумный богач, о котором сказано в евангельской притче, что он говорит, я разбогател, ни в чем не имею нужды, вот заделаю себе еще амбары, заведу огромные счета, накоплю туда средств. И Господь отвечает ему, безумный ты человек, все богатство твое расстроится, не зная, что в эту ночь придет Господь и отнимется душа твоя, и кому достанется все, на что ты надеешься. Не само богатство, мы видим, что и праведник богатеет, не само богатство приносит вред человеку, но то, как человек им распоряжается. Нужно помнить все, что все, что есть у человека, есть от Господа. Творящий человек милостыню, как сказано, дает взаймы Богу. И это надо помнить. И к этой теме премудрый Соломон будет еще к теме милосердия, к теме богатства и бедности возвращаться неоднократно. У стра мудрых, как мы почитали седьмой стих, распространяют знания, а сердце глупых не так. Действительно, по той же пословице, как много, наверное, наших пословиц, которые взяты из книги «Притч», это такая есть пословица, что с мудрым пообщаешься, разума наберешься, а с глупым, говорит, последний растеряешь. Ну, наверное, вот эта пословица, она как раз подчеркнута из этих притч Соломона. И мы читаем далее восьмой стих. «Жертва нечестивых — мерзость перед Господом, а молитва праведных благоугодна Ему». Что здесь хочет сказать премудрый Соломон? «Жертва нечестивых — мерзость перед Господом». Что значит «жертва»? То есть, когда человек делает какие-то жертвы и желает как бы откупиться от Бога. А молитва, говорит праведных, благоугодна Богу. Вспомним притчу о двух человеках, которые зашли в храм — мытарь и фарисей. Фарисей, его жертва была нечестивого в глазах Господа. Он говорил так, «Господи, я пощусь, молюсь, десятину даю, спасибо, что я не такой, как прочие люди». Что же говорил мытарь? Он бил себя в грудь и говорил, «Боже, милости буди мне грешного». Эта жертва была принята. Нечестие — это надменность. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мерзость перед Господом — путь нечестивого, а идущего путем правды он любит. Злое наказание, уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет. Преисподня и Авадон, открытый перед Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрому не пойдет. 11 стих говорит «Преисподня и Авадон, открытый перед Господом, тем более сердца сынов человеческих». О чем здесь идет речь? Если мы будем читать далее, то в 14 стихе мы находим этому объяснение. Сказано «Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью». То есть сердце человека, оно открыто. Либо к добру, к благодати Христовой, либо к злу. «Господь только лишь, как Бог, вездесущий, всезнающий, всемогущий, как сказано в книге Откровения, все стою и стучу. И кто услышит голос мой, тот отворит. Бог желает всем спастись. Но куда направит свое сердце человек, зависит от самого человека». И мы читаем далее. «Все дни нечестивого печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир». Здесь речь, конечно, не идет в полном смысле этого слова о праздности. Веселье и радость – это, в общем-то, разные в той или иной мере понятия. И когда в Священном Писании делают стельные переводы, то здесь, в Септуагенте, стоит все-таки слово «не веселье, а радость». Какой пир для христианина? Где христианин находит для себя пищу и питье? Ту, которую предлагает ему Господь Иисус Христос. Это в Святой Евхаристии. Поэтому, так и говорит Премудрый Соломон, «Все дни нечестивого печальны». Люди, которые не знают таинства соединения со Христом, они впадают в состояние уныния. Человек же, у которого сердце весело, который находит радость во Христе, у того всегда действительно пир. Не тот пир, который предлагает этот мир – «Ешь, пей, гуляй и веселись, зачем себя сдерживать?» Но радость тихая, радость во Христе. И мы читаем далее. «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога». Не знаю, надо ли что-то здесь пояснять. Действительно так. «Лучше довольствоваться малым, пусть будет то, что есть, и благодарить за это Бога, нежели много и при этом тревога». При этом всегда некая нервность, беспокойство. «Лучше», – продолжает свою мысль Премудрый Соломон, «блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Действительно, лучше питаться скромно и тем, что есть, как уже было сказано, довольствоваться малым, нежели при большом богатстве ненавидеть всех и вся. «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю». Премудрый Соломон снова возвращается то, с чего была начата эта глава. «Кроткий ответ отвращает гнев». И здесь он говорит, «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю». И здесь вспоминаются слова из Нагорной проповеди, из заповеди блаженства. «Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими». Итак, терпеливый утешает расприю. И далее, 19 стих. «Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий». Как терновый плетень. Терновый плетень — это такая преграда, которую всегда нужно преодолевать. И вот путь ленивого, как бы Премудрый Соломон здесь хочет сказать, что он сам себе строит преграды, сам себе создает проблемы. По какой причине? Как сказано, «немножко полежишь, немножко поспишь и не заметишь, как придет твоя бедность». Человек, не желающий трудиться, ни для Бога, ни для себя. Человек, который проявляет лень в служении Богу. И просто в служении, как сказано, «Кто о своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры». Такой человек создает сам себе сложности. И Премудрый Соломон сравнивает эти сложности с терновой преградой. То есть терновый плетень — это колючая такая преграда, которую, когда человек преодолевает, после того, как себе их создаст, порвет и одежду, поранит и свое тело. «А путь праведный, — говорит, — гладкий». Мы уже читали об этом о ленивом человеке, как Премудрый Соломон предлагает пойти такому человеку и посмотреть, как трудится муравей, и взять от него пример. Вот что по этому поводу пишет Григорий Великий. Цитата. «В числе таких те, кто в книге «Премудрости» названы праздными, пути свои устлавшими тернием, которые считают за вред для души усердие в труде. По заповеди они отвергли увещевания апостольские, когда апостол Павел говорит, «Кто не работает, тот да не ест». «И не едят с благопристойностью собственный хлеб, но простирают руки на чужой, в праздности полагая все искусство жизни». «Отсюда, — продолжает Григорий Великий, — отсюда сновидцы, которые обольщение сонны считают достовернее евангельского учения. И вернее, и мечты воображения называют откровениями. Ксим принадлежат те, которые вкрадываются в домы вдов, как пишет апостол Павел в послании к Тимофею. И опять есть иные, которые добродетелю почитают необщительность и дикость и не умеют ценить снисходительность и смиренно-мудрие». Конец цитаты. То есть мы видим, что Григорий Великий здесь говорит о том, что эти люди часто прибегают, как любят больше какие-то сновидения и мечтательности, потому что отвергают евангельские наставления. Григорий Великий хочет сказать, что Священное Писание для людей ленивых, оно неудобно, потому что оно побуждает как к труду духовному, так к труду и обычному. И говорит, что они чаще прибегают, отвергая Евангелие, потому что она обличает их ленность, прибегают к разным сновидениям, составляют разные сотники. То есть они хотят по своей ленности, по своим снам, не прилагая никакого труда, определить как для себя, так и для других людей, что будет дальше. И когда что-то будет происходить, они будут оправдывать себя и говорить, ну я ленился сегодня потому, что мне был такой сон, и в этом сне было сказано, не выходи из дома, и спи на диване. Целый день. Иначе споткнешься, разобьешься. И так оправдывают свою лень. Не только сновидениями, но, как мы и говорили в других беседах, и гороскопами, что не делай это, не делай то, не заключай сделки, иначе будут неприятности. И так человек часто берет одну звездограмму, другой сотник, и находит то, что льстило бы его слуху. Как сказано уже у апостола Павла, что в последние дни явятся лжехристы и лжепророки, которые будут проповедовать так, чтобы льстить слуху. Чтобы льстить слуху человеческому и увлечь за собою, как сказано, множество учеников и избранных. Поэтому ленность бывает двоякая, но духовная ленность самая опасная. Она губит человеческую душу. И мы читаем далее. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Снова и снова Примодросламон обращается к пятой заповеди. Почитает своей мать. «Глупость – радость для малоумного. А человек разумный идет прямую дорогою. Широки врата и пространен путь, и многие находят его. И узок путь, ведущий в Царствие Божие. И не всякий, как говорит Господь Иисус Христос, находит его. Глупость – радость для малоумного». Человек глупый. Это не значит, что человек по природе таков. Здесь премудрость сломала, обличает ли именно человек, который пренебрегает заповедью Божию. Потому что неоднократно он говорит, что в заповеди Божией, только во Христе, который есть высота всей премудрости, как мы читали в восьмой главе, только в нем можно обрести истинное знание, истинную любовь, истинное благочестие, понять правду, как она есть. Потому что Христос сам о себе говорит, я есть им путь, истинная жизнь. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Снова и снова премудрый сломан предупреждает о самонадеянности. Есть сегодня такое удивительное, я бы сказал, понимание, которое вошло уже в обиход жизни современного человека. Человек говорит, самодостаточный. Человек надеется только на себя. Надеется только на свое измышление. Он думает, что вот он что-то там такое открыл, и не посоветовавшись ни с кем, в том или ином вопросе начинает делать какое-то предприятие. Или предпринимать какие-то дела и решать их. Премудрый сломан предупреждает. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Хорошая опять же есть русская пословица. Одна голова хорошо, а две лучше. Радость человеку в ответе уст его. И как хорошо слово вовремя действительно. Как хорошо слово вовремя. Всему свое время. Как говорят человек, который там проповедует или что-то говорит, а потом выходит и говорит, эх, мне надо было вот это сказать, а вот так еще надо было сделать. Есть опять хорошая русская пословица. Мне кажется, все наши русские пословица не подчеркнуты из книги притч. Какая? После драки кулаками не машут. Да, что ты уже сказал, то сказал. Поэтому так премудрый сломан здесь и пишет. Не наставляет, что как хорошо слово вовремя. Для этого нужна мудрость. А мудрость только у Бога. А как ее стяжать? Слово Божие освящает человек. Церковь Христова своими таинствами наделяет человека, очищает его, ведет его к пути к покаянию и делает его способным для восприятия этой божественной мудрости и благодати. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Опять говорит о самодовольстве и надменности. Опять говорит, сиры и вдову приемлет, а путь грешных погубит. Как об этом говорит Псалом опять с Давид. Мерзость перед Господом, помышление злых. Слова же непорочных угодны ему. Видите? Премудрый Соломон обращает внимание на внутреннее состояние человека, помышление. Как он и скажет, когда Господа и Спасителя Иисуса Христа обвинять книжники и фарисеи в то, что его ученики едят нечистыми, то есть неумытыми руками, не соблюли этот обряд омовения по иудейской традиции, то он так и скажет. Не это оскверняет человека, а то, что в сердце человека, то оскверняет его. Гнев, распри, разногласия, ссоры и тому подобное, зависть, ненависть. Так и здесь говорит. Мерзость перед Господом, помышление злых. К тому, как мы с вами читали в третьем стихе, на всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Бог вездесущий, всемогущий, всезнающий. Он знает все помышления человеческого сердца и по намерению сердца воздает человеку. Мерзость перед Господом, помышление злых. И далее 27 стих. Коростолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет... Коростолюбивый расстраивает дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. То есть подкупы, взятки. Тот, кто это ненавидит, тот будет жив. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Все верно. Прежде чем что-то сказать, подумай, говорят, десять раз. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Светлый взгляд радует сердце. Сказано также в Новом Завете, Господь Иисус Христос говорит об этом, что око человека это как зеркало души. И если оно радостно, если оно радостно во Христе, то значит и дух, и душа на месте. Ухо внимательное к учению жизни пребывает между мудрыми. Очень важное замечание. Ухо внимательное к учению жизни. Смотрите, как выражается. Не просто к учению, не просто к знаниям, не просто к сумме каких-то там открытий в области человеческих познаний, а именно к жизни, а именно к жизни, то, что учит пути жизни. Если это ухо внимательно, то тогда этот человек пребывает между мудрыми. Так говорит. Ухо внимательное к учению жизни. жизни. Какое сегодня состояние человеческого общества? Что люди сегодня говорят? Главное это что? Быть сытым. Вот сытость века сего. Удовольствие, сытость. Вспомним опять же хорошую пословицу. Сытые брюхо к учению глухо. При мудрой славе он говорит ухо внимательное. К учению жизни пребывает между мудрыми. Отвергающее наставление не радеет о своей душе. А кто внимает обличению, тот приобретает разум. Снова и снова повторить эти удивительные слова преподобная Анна Лесвичника. Он говорит, хочешь проверить себя, есть в тебе смирение или нет. Вот насколько они удивительны. И сколько раз ловишь себя на этом, что смирение это в общем-то и рядом пока еще и нет. Он говорит так, проверь себя. Три есть вещи, как можно проверить. Если тебя ругают и даже что-то тебя попеняли на тебя и в общем-то несправедливо принимает как лекарство от гордости. Это первое. обвинили тебя, принимая как лекарство от гордости. Второе, он говорит так, второе, если тебя, да, второе, ни на кого и ни на что не гневаться. и третье, никакие добрые дела не приписывать себе. Вот три. То есть обвинили тебя в чем-то, даже ты в общем-то в этом не виноват, но принять как лекарство от гордости, ничего доброго себе не приписывать и ни на кого и ни на что не гневаться. Он говорит, вот это три такие показатели того, что в тебе есть смирение. Можно проверить. Каждый раз можно себя в этом проверить. Так и говорится, отвергающий неставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, то есть как мы не любим обличение, мы любим обличать, но чтобы нас, нет, нет. Он, этот человек, кто любит обличение, приобретает разум. И 33 стих «Страк Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Славе предшествует смирение. Бог не хочет погубить человека, поэтому пока человек не приобрел смирение, он его не прославляет. Имеется в виду праведника, чтобы не погиб. Иначе если прославит, без смирения, вот, так и себе возомнит, и сам себе погубит. А Бог, он Бог человек любивый. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Снова повторяет премудрый Сламон и наставляет нас в страхе Господнем. Очень важно понимать, это первая глава, седьмой стих, где сказано, начало премудрости страх Господень. Некоторые скажут, а как же так? Ведь сказано, что совершенная любовь изгоняет страх. Совершенная любовь, чтобы достичь этого совершенства, а начало премудрости страх Господень. С чего начинается стяжание совершенной любви? Сначала. Где это начало полагается? Страх Божий. Понять понимание того, о чем снова и снова прочитаю этот третий стих, сказал премудрый Сламон, здесь в 15 главе третьем стихе, на всяком месте очи Господни, они видят и злых и добрых. Будем помнить об этом, что Бог везде сущ, все знаешь, всемогущ, видит наше помышление и начало премудрости, страх Господень, а потом уже, если достигнем, то совершенная любовь изгонит непременно этот страх. Вот то, что премудрый Сламон говорит нам сегодня в 15 главе книги притч.